Приветствую вас, я думаю, что речь идёт о том, что у вас имеет место быть некие обиды на этого человека, судя по всему, судя по тому, что вы пишете, вот. И я думаю, что этот момент, он достаточно важный для вас, потому что, в принципе, если это ваша работа, то вы можете просто поставить ценник, вот. Сказать, что я выполнил данную работу за такие вот деньги, ну, за такую сумму. Вот. И тем самым вы поставите чёткие условия для человека, вот, чтобы он там не рассчитывал, да, на бесплатную помощь от вас, с одной стороны. И, с другой стороны, вы, в общем-то, ну, не отделите, не обделите, скажем так, себя, вот. Но вы не хотите, потому что отношения у вас к нему так себе. И вот именно это самое отношение так себе определяет то, что вы попали в эту конфликтную ситуацию. Вот. Вот. Для себя. Конфликтную, конфликтную ситуацию именно, именно для себя. Понимаете? Какой момент. Так что, я думаю, здесь очень важно отделить одно от другого. Я думаю, что здесь очень важно отделить ваше собственное отношение к, ну, к этому человеку, да, и деловое партнёрство, которое может быть, ну, которое может быть у вас. Или, которое может быть между вами. Понимаете? Поэтому, на самом деле, отказ, он, скорее всего, воспримется человеком достаточно негативно. Потому что, ну, это будет ему, он будет всё равно предлагать, скорее всего, к вам писать. Вот. И, да, придётся в таком случае, возможно, и черный список кидать, там, и так далее. Вот. То есть, это такой аспект, на самом деле. Вот. Но, если вы установите условия, если вы установите условия, то ситуация будет, в общем-то, достаточно деловая. Человек увидит, что относится к нему по-деловому. Вот. И всё. Ну, опять же, этому, в данном случае, мешает то, что вы не, ну, то, что вы не относитесь к нему нейтрально. То есть, ваше отношение к нему, оно, как бы, достаточно негативное. Вот. Оно, ваше отношение к нему, оно, ну, явно обижено. То есть, вы явно, вот, ну, не любите его, не нравится вам что-то с ним связано, и так далее, и так далее. Вот. И вот мне думается, что вот это вот, вот эти, вот эти ваши чувства, чувства обиды, чувства такого вот негатива, да, вот, нужно поисследовать, чтобы оно не мешало вам зарабатывать. Потому что, эээ, товарищ, каким бы он ни был раньше, эээ, сейчас это, эээ, сейчас это просто клиент. И, как бы, этот, ну, вот этот просто клиент, он, эээ, был же источник вашего заработка. Вот. Поэтому, относиться, относиться к данному аспекту нужно вот с эээ, такой эээ, точки зрения. Но если у вас не получается, да, то есть, вы здесь, эээ, вы здесь явно, вот, эээ, ну, в большей степени вовлечены, вовлечены эмоционально. Да? Если не получается, то нужно исследовать, почему не получается. Вот. в такой момент. И я на самом деле понимаю вас, я понимаю, что вы можете оборваться, что вы можете бояться, это нормально, важно почувствовать себя защищенным, важно увидеть, что вы все контролируете, важно увидеть, что находится как бы в вашей власти. Вот. И, соответственно, вы можете своей властью, именно в том, что связано с вами, да, не властью на другим человеком, а именно в том, что касается вас, вы этой власти можете пользоваться. Вот. Понимаете? И если вы научитесь это делать, если вы научитесь пользоваться этой властью, то вам не будут страшны ни такие люди, ни кто-либо еще. Все. Вот. Потому что, чтобы не было между вами раньше, да, какие бы, ну, какие бы проблемы между вами не было, между вами не были бы раньше, вот. Сейчас ситуация может быть совсем другой. То есть человек может, ну, по-другому воспринимать себя, вас и так далее. Вот. Может быть, он даже уже не помнит о том, что, ну, что между вами были какие-то птерки, проблемы и так далее. Вот. Что касается того, что вы, ну, не писали друг другу, да, и не поздравляли друг друга, то, ну, здесь, опять же, это вполне нормальная история, когда люди, ну, просто не общаются, когда помощь пригодается, да, вспоминает о существовании. Вот. Вот. То есть это, в принципе, нормальная позиция, но, вот, негативно, то, что человек пытается бесплатно вас к этой услуге получить. Вот. Вот. И здесь вот, собственно, очень поэтому и важен вот этот вот аспект защиты вас, чтобы вы чувствовали себя защищенным, как с финансовой, с точки зрения, так и с психологической, с точки зрения. Так что обиды, если они имеют место быть вам, я рекомендую поисследовать. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь ответить. Буду рад поработать с вами, если у вас, ну, будет соответствующее желание, да. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.